шаром дорогие друзья всем доброго времени суток сегодня 19 день омера и мы уже зашли глубоко сферата омер счет дней омера с вами давид близкин в прямом эфире из иерусалима несколько важных слов на тему сферата омер в чем смысл этого счета какова духовная работа которую следует делать в эти дни в соответствии с нашими мудрецами пока мы ждем людей скажите мне кто знает как связан коронавирус тем что мы читаем в прошлой недельной главе тор и ну сейчас я вижу пока еще нет людей подумайте об этом и я скажу пока что на данный момент о вижу же сергей шалом всем шалом кого я вижу кого не вижу а шалом всем полуночникам меня спросили в прошлый раз почему я в такое время даю эфир что мне не спится я вам скажу дорогие друзья что раньше у меня не получается потому что сейчас свете корона вируса получается что я постоянно с детьми и учусь и когда укладываю здесь детей спать еще не некоторое время на подготовку урока и после этого я даю урок получается где-то 13 часов ночи вот но очень приятно что сейчас есть люди я не вижу я сейчас немножко в другой программе даю не вижу сколько нас но самое главное что люди есть и это очень 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 приятно шалом марк шалом василий я тоже из питера шалом алла шалом игорь шалом галина петренко всем шалом и так дорогие друзья как вы думаете интересно знает ли кто-то из вас как связано наша предыдущая недельная глава с коронавирусом напишите пожалуйста как видно как слышно я вижу вот у меня почему-то периодически прыгает изображение на экране у вас тоже то есть я вижу себя бог такие какие-то сменных кадров как у вас напишите пожалуйста шалом светлана я жду напишите пожалуйста как видно как слышно отлично хорошо изображение не прыгает напишите пожалуйста хорошо окей отлично значит по поводу того как связано с коронавирусом наша предыдущая недельная глава написано в прошлом недельной главе тазря в перике 13 пасук 5 и осмотрит его священнослужитель на седьмой день и вот сохранила язвы оттенки свои и заключит его связь священнослужитель то есть тора говорит тут от язве проказы и известно что это наказание за злословие и смысл изоляции человека который злословит чтобы он раскаялся также и мы сейчас всевышний наш любящий отец как бы посадил нас в отдельную комнату и сказал сын мой дочь моя подумай о своем поведении что ты говоришь как ты говоришь с кем ты говоришь как ты живешь что является истинной ценностью что нет чего ты по-настоящему хочешь а что иллюзия в чем твое предназначение что такое хорошо и что такое плохо чему нужно стремиться и чего избегать и так далее да то есть это прямое прямое а видно хорошо отлично значит это то что написано в недельной главе это просто прямая прямой намек на то что нужно сейчас делать и я считаю что это наша главная сейчас задача это посмотреть на свои пути раскается понять что нужно делать мы знаем что сферата омер как описывает это гмара в трактате его мод среди учеников раке вспыхнула эпидемия которая унесла с собой 24 тысячи жизни учеников пробит активы главным постулатом пробия активы была фраза история возлюби ближнего своего как самого себя и мудрецы повествуют нам о том что они не проявляли достаточно уважения один к другому на их духовной ступени в их ситуации к ученикам было предъявлено очень тяжелое обвинение что они не исполняют главного требования своего учителя возлюби ближнего самого как самого себя и сейчас мы находимся в эти дни законах траура сферата омер запрещено стричься как вы знаете бриться слушать веселую музыку жениться покупать вещи на которые нужно богословить шрифиян и траур по ученикам рабби акива это наверное в каком-то степени также траур по нашему положению сейчас все что связано с эмоциональным разделением ненавистью спорами злословием получение уважения за счет позора ближнего концентрации на недостатках ближнего все что связано с неприязнью со злостью разделения вместо объединения с эго сейчас мы выходим из египта место где творец показал нашему народу себя и свое расположение в невероятно открытой форме во время египетских казней которые продолжались целый год евреи жили как цари в богатстве выражение египтяник боялись и вдруг муж и раббейну говорит все пора уходить из египта многие не поняли что не понял шутки мы здесь живем в таком богатстве все хорошо зачем вдруг уходить не поняли они да говорит муж и сейчас вы получили телесное освобождение теперь пришло время идти навстречу духовному освобождению мы идем получать тору горы синай те кто сказал не не хочу хотели остаться в египте не хотели духовного освобождения были похоронены во время казни тьмой мы продолжаем мы остановились на том что только 20 процентов из еврейского народа вышли из египта но и среди них были те которые вышли из египта с идолами в руках представляете и в чем же разница между теми кто вышел из египта и поклонялся идолам и теми кто поклонялся идолам и не вышел из египта говорят наши мудрецы что принципиальная разница была только одна 20 процентов тех кто вышли из египта просто напросто хотели освобождение у них было желание а восемьдесят процентов те кто не вышли не хотели освобождение хотели остаться в египте земля кошин со всем их богатством 20 процентов которые вышли получили великолепную новость через 50 дней если более точнее 49 на 50 день вы получаете тору и тогда появилась заповедь и посчитайте вам как объясняю чулхана рух каждый должен считать сам для себя каждый день до 50-го дня праздника шивот праздника дарования торы то есть 49 день считаем 50 день это праздник шивот и и посчитайте это как раз то что мы находимся в этой заповеди заповеди счета омера сферата омер смысл счета страстное желание надежда наше на наше духовное освобождение посредством получения света торы так плюсики отлично хорошо мы продолжаем если есть вопросы комментарии пишите буду рад и так дорогие друзья подобно тому как человек страстно желает выйти из тюрьмы ему говорят через 50 дней ты выходишь из тюрьмы представляете что человек делает первым делом берет листок бумаги или какую-то дощечку и начинает читать отмечать каждый день сегодня первый день до освобождения сегодня второй день до освобождения и так далее весь этот счет по сути говорит нам начни страстно желать начни надеяться ты на пути к свету который даст тебе духовное освобождение он освободить тебя от негативных нечистых страстей от цепей эгоизма гордыни негативных мыслей негативных эмоций это свет который поможет мне достичь настоящий близости с творцом настоящей скромности настоящих духовных желаний поэтому надо считать сферат аумер буквально перевод счет умер и этот счет помогает нам открыть в себе страстное желание и надежду на духовное освобождение и к этому свету невозможно прийти без любви к ближнему без единства без стирания разделения сердец интересно что раби нахман говорит что условия для полноценного получения торы не считать негодным никакого еврея каким бы он ни был почему объясняет раби нахман что еврейский народ сравнивается со цветком торы и каждый еврей представляет собой букву торы если ты признал негодным даже одну букву тем самым ты признаешь негодным весь свиток торы тогда нет удовлетворения от учебы тогда нет настоящего изучения торы тогда мы начинаем искать удовлетворение в других вещах не связанных с духовностью почему потому что невозможно достичь этого света если я бракую другого еврея моего ближнего потому что он что-то делает неправильно потому что разрушает мир и я строю мир и он весь темный я весь светлый написано что из-за этого был разрушен храм вся эта тема критики злословие осуждения невозможно говорит раби нахман достичь этого света если ты признаешь негодным другого еврея даже если ты бракуешь себя ведь ты тоже буква свитки торы правильно что пишут наши друзья шалом всем кто смотрит что входит сообщества в экран да так что дорогие друзья понимаете это очень важно уважать другого еврея не браковать своего ближнего уважительно относиться один к другому эта тема сегодняшних дней счета омера имя того периода в котором мы находимся поэтому для того чтобы прийти к этому свету и получить его мы должны вести себя уважительно один другому но скажите вы легко говорить в реальности точно тяжело да вы можете такое сказать как можно уважать друга который по моему мнению вообще неблагодарный это он опозорил меня один опозорил другой него что меня не ставит 3 игнорировал меня 4 обокрал каждый делал что-то что меня реально неприятно как можно его уважать спросите вы как можно не пренебрегать им не отстраняться от него как можно вообще не мстить и исполнять как полагается законы отношений между любви между людьми которые дал творец ведь это так естественно отомстить унизить в ответ защитить своего эго видеть негативные черты в другом доказать другому мою ценность силовым путем получить почет через унижение обидчика ответить злом на зло скажет кто-то и так тяжело зачастую исполнять как полагается волю творца в отношениях между людьми и тут я вспоминаю слова мудрецов каждый раз когда я вспоминал и размышлял о них они защищали меня как доспехи от войн со злым началом и я чувствовал себя хорошо чувствовал себе силы улыбаться и уважать даже того кто агрессивно спорить со мной даже ненавидит и сделал мне что-то плохое я чувствовал себя будто я сделал прививку от этих вирусов злого начала а каждый раз когда забывал эти слова мудрецов и не повторял их я снова падал в осуждение злословие унижение в ответ злом на зло что же это за слова слова которые дают так много надежды что ты говоришь вау несмотря на то что я вижу что невозможно действовать по закону всевышнему что мне так кажется да эти слова помогут мне и дадут бонус который достоит даже тех кто не достоин достичь успеха в исполнении воли творца даже тот кто считает что он не достоин он достигнет успеха в исполнении воли творца с божьей помощью и также намного лучше он сможет ладить в отношениях между людьми больше уважать других людей ну что это за изречение наших мудрецов которые по сути проведут эти слова проведут меня между всеми стрелами которые постоянно присутствуют в отношениях между ближними дома со второй половинкой с детьми с соседями с друзьями с коллегами бизнесе в учебе ну так что это за изречение знаете есть какие-то идеи да легко сказать труднее сделать конечно если любишь бога легко ну если есть большая любовь ко всевышнему то это проще сделать намного но это может быть все равно тяжело и сейчас уже помощью вы знаете слова наших мудрецов которые помогут вам это сделать намного проще готовы хотите услышать слова мудрецов напишите мне да отлично хорошо и так дорогие друзья наши мудрецы выразили это изречение минимум в трех различных вариаций причем каждый из них ободряет больше чем предыдущие первое изречение наших мудрецов написано в трактате роша шана в вавилонском талмуде на 17 странице дав алиф для профессионалов каждый кто приступает через свои качества переступают ему через все его преступления эти слова дают силу защиту очищают сердце очищает душу давайте вдумаемся эти слова каждый кто переступает через свои качества кто это такой это тот кто когда его это тот кто способен не сердиться когда к нему не проявляют должного уважения понимаете она мною пренебрегла я сделал все как полагается она мною пренебрегло не приготовила мне завтрак не приготовил меня обед не приготовила меня одежду как полагается или он пренебрегает я дала всю душу для него перевернула весь мир для него чтобы ему было хорошо и сейчас мне так отвечает как можно не требовать нормального отношения ответ заключается в том что нужно понять чего я могу удостоить чего я могу удостоиться чем больше я познаю бога тем легче любить говорит анжелик да конечно и сейчас то что мы делаем то в принципе познание творца потому что мы изучаем его тору тора еврейский народ и творец это одно целое и говорит рафхайм виталь а до этого хотел сказать каждый кто приступает через свои качества давайте посмотрим что написано на небесах переступает ему через все его что все его преступления давайте вдумаемся что преступление говорит раби хайм виталь ученик великого каббалиста аризеля своей книги шарик душа он пишет что есть три уровня нарушения закона творца head а вон и пешен head происходит от слова промахнуться промах это случайная ошибка например человек сплетничает но не знает что это запрещено то что он делает плохо но его проблема в данном случае по большому счету только в том как я это понимаю что он не учил закон и злословие у него не хватает трепета перед творцом второй уровень греха а вон это уже осознанное нарушение воли творца человек знает что нельзя сплетничать но ему хочется очень и он все-таки сплетничает а вон понятно что хуже чем head и третий самый тяжелый уровень греха это пеша пеша это преступление то есть когда человеку вообще нет ненадобости не желание сплетничать но это делать специально чтобы ослабить силу веры силу торы разозлить небеса это редкие вещи кто сейчас совершает такие преступления говорит раф х виталь мудрецы говорят на что ему прощаются все его преступления так тем более ему прощаются все его промахи и грехи это я вон понимаете представляете представьте себе человек приходит на небесный суд ангел открывает его личную папку на компьютере и на экране появляется список из немысленного количества грехов так что в глазах пестрит ангел нажимает на кнопочку и о чудо 90 процентов грехов пропадает и человек спрашивает как это почему и ангел объясняет мы тебе переступаем через все твои грехи здесь ты не ответил на оскорбление здесь ты не отомстил здесь ты не сказал ашонара тебе простили почти все грехи почему потому что жена тебя оскорбила муж оскорбил тебя ребенок оскорбил тебя друг тебя обидел коллега тебя обидел а ты вместо того чтобы ответить злом переступил через свое желание отомстить и оскорбить в ответ и покажут тебе как ты сидел или сидела в определенном месте земного шара и представил перед собой свои грехи и за которые ты знаешь что тем полагается наказание ты представил представила перед собой все свои самые большие грехи поместил поместила их напротив себя проткнул проткнула воздушный пузырь своей гордыни и вы спросили себя что я выбираю получить наказание за эти грехи не дай бог или уменьшить себя приступить через свои качества в отношении этой обиды конечно же я хочу переступить через мои качества ведь каждый кто переступает свои качества переступают ему через все его преступления и ты повторяешь эту фразу 20-30 раз и вдруг ты чувствуешь что ты как вода чистый скромный скромный позволяющий стрелам злого начала пролететь над твоей головой и не вонзиться в тебя ты ныряешь под волны и не получаешь их удары в лицо какая отрада в этом мире добавили наши мудрецы и сказали каждый кто переступает свои качества не проверяют пристально его дела еще сказали наши мудрецы каждый кто переступает свои качества продлевают ему дни и годы его жизнь эдуард за сласки пишет я церва и гордыню еще никто не отменял если кто смог подчинить могу только порадоваться за вас мы можем к этому стремиться полностью это подвластно только праведникам да это наше стремление мы можем гордыню снизить мы можем когда у нас возникает какая-то мысль который идет от гордыни от высокомерия мы можем пойти за этой мысли да я такой хороший все вот этот человек плохой да или сказать нет что это такое за мысль я с этой мыслью не ассоциируюсь я не смотрю на эту мысль я выбираю мысль другой ассоциируюсь с мыслью которую говорят мне мои мудрецы с мыслью с мыслью я не учим другой что каждый человек очень очень ценен у каждого есть своя ценность понимаете и когда я ассоциируюсь с мыслью которую говорят наши мудрецы с мыслью которая соответствует воле то тогда гордыня отходит на задний план и это наша работа постоянно ассоциируется с положительными угодными творцу мыслями так сказали мудрецы что каждый приступает кто приступает свое качество продлевает ему дни и годы его жизни что это означает дни и годы написано святых книгах дни его дни будут благословенны и и он успеет сделать много у него будут длинные дни он будет вне времени он будет успевать в короткие сроки делать много он увидеть плоды своих дел и годы что такое годы он удостоится долгих лет жизни вопреки всем вирусам и микробам само собой разумеется после необходимых действий вопреки всем болезням которые сейчас есть в мире сколько опасностей есть в этом мире и все хотим продлить дни и годы нашей жизни вот пожалуйста сгула которую мы получили на горе сина каждый кто приступает свои качества переступает ему через все его преступления не проверяют пристально его дела продлевают ему дни и годы его жизни сколько силы есть в этих изречениях сколько силы придет в нашу жизнь если мы активизируем по отношению к этим изречениям силу раздувания как говорит рамхай такое сила раздувания эти изречения подобны пылающим углям у каждого угля есть потенциал стать огнем но огонь пока что не горит для того чтобы превратить эти угли в огонь пылающий в вашем сердце нужно этот огонь раздуть помогать над углями опахалом как когда мы готовим шашлыки правильно и тогда огонь начинает гореть это раздувание это повторить слова мудрецов вдуматься в них оценить изречения представить свои грехи осознать насколько это того стоит переступить через свои качества обдумать эти слова и насладиться ими переступают ему через все его преступления не проверяют пристально его дела продлевают ему дни и годы его жизнь что нам пишут очень интересный подход спасибо это подход наших мудрецов это не я придумал и это то что может очень очень сильно помочь нам в отношениях с другими людьми пусть эти изречения дадут нам всем силы с божьей помощью начать именно в эти дни наш новый духовный подъем в отношении уважения друг другу и умения быть приветливым даже с нашими ненавистниками да будет угодно творцу чтобы мы ассоциировались с этими чудесными изречениями наших мудрецов и прикрепились к ними всеми молекулами нашего тела каждой клеточкой нашего тела всем нашим существом и удостоились с божьей помощью настоящей скромности умения уменьшить себя как говорит зор кто мал велик что мы удостоились с божьей помощью любить ближнего своего как самого себя получить цвет соторы и освобождение в духовности и в материальности спасибо всем желаю всем хорошо подготовиться к шивоту будьте счастливы м м м м м Продолжение следует...